продолжаю про пропускную способность про то как мы воспринимаем мир про изучение языков про то как мы можем реализовывать свои идеи про то как как выходить на масштаб как зарабатывать больше как реализовывать как мечтать реализовывать вдохновение творчество вот это все в общем по первой части мы остановились на том что мой мир это был где-то это было условно где-то лет шесть назад вот у меня образовалась новая карта то есть россия мьянма и италия италия за счет того что язык я начала учить мьянма потому что я подружилась и много общалась с ребятами семян на которые учились вместе со мной в институте что происходит дальше а дальше происходит следующим я конечно все это сжимаю я сейчас пыталась посчитать а сколько у меня шло времени когда я кстати реально поставила себе задачу меня висела карта перед рабочим столом карты мира и мне тогда оказалось давным-давно мне казалось что это все нереально вообще как бы не то чтобы объехать изучить или понять проникнуть отличный проводник это изучение языков запятая изучение культуры она идет всегда в связке это прям подсказка такая крутая не бойтесь учить языки и конечно не надо никакого репетитора ни в коем случае нанимать это вообще самое худшее что можно собой самим сделать слово именно репетитор понимать здесь когда вас в сжатые сроки к чему-то готовит не надо так издеваться над собой вот иначе потом будете как и я последствия разгребать просто десятки лет потому что если убить в себе сразу любовь к изучению языка ну вот что происходит только к 27 приходишь к тому что были может все-таки попробовать в общем про про мир про мир следующая штука что я так понимаю примерно 8 лет у меня ушло вот до той точки к на которой я сейчас нахожусь где я сейчас примерно чувствую что о мир вот так вот такой-то я успел из-за чего-то я понимаю про мир вот это и это дает как раз такой фундамент ресурсы возможности особенно внутренние важны то есть внешние ресурсы их не то чтобы легко найти но это более реальная в плане времени и скорости сложнее всего добыть внутренние ресурсы слоя то есть просто так нельзя вчера человеку запустить веру или какие-то вот эти штуки то есть если бы это было просто мы бы все с вами были ну как говорят знаете миллионерами вот почему это не происходит потому что внутри нас миллион блоков препятствий внутренних неуверенности себе и так далее непонимание незнание иллюзий еще миллион всего понимаете и когда вот ты сам вот это все прорабатываешь а кто еще это как с языком первое что я поняла когда начала учить новый язык итальянский поняла что да я ну то есть у меня было препятствие кстати это все блин английские репетиторы вот это все это так подпортила жизнь там же как было нужно чтобы были деньги чтобы нанять репетиторы чтобы ты круто освоил английский не знаю еще раз там это было давно но тогда вот так вот все было устроено а тут я решила воспользоваться уже эры интернета тогда не было тогда интернет можно было зайти на типа три страницы я это помню мы готовились докладу и это было типа уже 11 класс ну короче вот и я решила что никаких учителей все онлайн вот все благо тогда уже дмитрий петров своим полиглотом выступил плага уже было много ресурсов всевозможных можно было уже воспользоваться и этого кстати более чем достаточно для того чтобы освоить базу и даже больше вот и и я про то что про языки и про мир сколько лет ушло я посчитал ему мне кажется в восемь лет ребят восемь лет примерно ушло чтобы я дошла вот до этого этапа когда я примерно начала понимать что о вот какие где страны как-то устроено на каких всех каких странах как на каком языке говорят у меня еще много где пробелы и много где непонимания там африка не почти полностью ну то есть как континент мы знаем да египет находится на в африке вот то есть по странам более таким нам юар например египет ну что-то там какие-то познания есть в целом есть исторические познания но как что устроено сейчас только-только только-только совсем какие-то штрихи то есть есть еще пробелы австралия тоже такая вот то есть понятно откуда то есть более популярны там сша нам кажется что вы уже все знаем про сша потому что фильмы сериалы наши все друзья многочисленные блогеры и так далее так далее они дают нам возможность в таком режиме изучать это вот как будто бы мы не изучаем а это уже часть жизни она само собой изучается европы тоже фильмы сериалы просто как я говорю это популярные бренды странно создали сами себе может быть не специально так получилось бренды поэтому именно бренд самой страны поэтому так вот происходит так я думаю как не пойти и пропускная способность возможно ли изучить все на свете плане там касательно мира там за типа год нет ребят нет конечно ну как бы уже не можете всю свою жизнь остановить перестать есть спать встречаться с друзьями заниматься там каким-то любимыми делами ну конечно нет то есть жизнь просто по чуть-чуть внедрить и вот эту вот штуку что вы начинаете изучать вот и я на самом деле считаю что опять я сделала все быстро потому что 8 лет ирина ты чё 8 лет а мне кажется это быстро потому что я опять думала что это будет только условно в конце жизни что я там разберусь что как мир еще раз это на уровне внутренних ощущений понятно если мне там позадавать вопросы по многим вещам растеряюсь но по внутренним ощущениям так уже да то есть знаете как учитель по плаванию нас учил тренер вначале ты плывешь медленно просто и осваиваешь технику шаг за шагом шаг за шагом очень медленно никогда нельзя спешить и он говорит вначале техника скорость придет вначале техника скорость придет скорость придет пожалуйста скорость придет как это работает вначале очень медленно ты осваиваешь техник ты учишь языки ты сидишь в инстаграме на страницах девочек которые вышли замуж другие страны сидишь на страницах в инстаграме по тем тем которые тебе нравятся у меня например это там врачи колледжи популярные известные в мире заходишь к ним заходишь на эти страницы 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 где тебе показывают жизнь люди этим instagram кстати просто настолько мне кажется гениален и удивительным что ты там можешь заглянуть как к соседям в жизнь других людей о чем они думают что они едят по что они одеваются как они говорят о чем они размышляют понятно что не все это транслирует но все-таки в каждой стране ты можешь найти тысячи людей вот выбирая и подписывайся смотри я так и делала я подписывалась некоторое время наблюдала потом отписывалась и так я изучала людей в разных странах понимала там какие языки дальше я буду изучать что как устроена и соцсети в этом плане просто удивительно немножко сейчас красоты сделаем в общем сейчас то что происходит с онлайн-школами с выходами на другие рынки я себя чувствую уже более более комфортно потому что мне недостаточно уютно в этом мире стало что мир не такой уж и огромный мир не такой уж суровый мир не такое что умерш не такой уж все наоборот через людей ты делаешь для себя мир дружелюбным у меня кстати не просто так называется френдли онлайн френдли youtube френдли то френдли все потому что кроме кто кроме тебя сделает какую-то тему для тебя дружелюбный ну никто ты вот сам проходишь это шаг за шагом дружелюбие дружелюбный по языкам скажем значит потом случился французский португальский испанский вся романская группа языков окей она идет через запятую в плане что после базы итальянского это уже гораздо проще дальше идет арабский база потом идет иврит и все гораздо проще и я даже не знаю какой дальше будет языка мне кажется что я сейчас начинаю делать уже страницы ютюбе на разных языках тестирую и моя там мечта именно вот этот слой первой помощь чтобы все на свете люди но у меня так и звучит прям все и я даже не ограничиваю ни странами ничего наоборот вас при нас есть платформы youtube представляете то есть мы не можем это кстати тоже очень крутая штука что когда ты реализовываешь какую-то идею или мечту у нее есть конечный этап то есть ты не можешь ее тянуть всю жизнь ты должен очертить вот так вот линию типа все галочку поставили идем дальше потому что невозможно ее как бы мусолить сто процентов как-то вот из нее что-то такое совершить если это близко к реализации в целом то все считается идем дальше то есть у меня тоже я же не смогу все семь с половиной миллиардов обучить людей логично одни умирают другие рождаются еще и такой поток у нас вот зато можно воспользоваться окей те кто тусят на ютюбе тем кому доступен youtube пожалуйста то есть можно то есть можно себе разрешить что вот мечта может реализоваться в рамках вот этой платформы что тебе не нужно выстраивать какую-то это просто открытие недавно было у меня тебе не нужно открывать офисы в других странах нанимать команды искать какие-то невероятные инвестиции для того чтобы прийти к этой мечте что то что я описала это считаете равно нереально потому что это один процент из миллиона тем более в такой теме зато ты можешь воспользоваться то есть нужно всегда смотреть ребята мы смотрим на на глобально на то что нам предоставляют то есть если нам предоставили и youtube если нам предоставили инстаграм спасибо ребята ну то есть там что-то все сделали кто-то вложился командами ресурсами ну давайте воспользуемся чему как бы чему нас воротим что такое ну как бы зачем создавать что-то такое невероятное специально когда можно воспользоваться тем что уже работает создали спасибо с ним скажем спасибо это как ну конечно можно самим и ну правда да у меня бабушка держала корову все это можно делать но если вы находитесь в городе у вас там немножко другие цели ну как бы окей вы можете все-таки купить себе сыр молоко масло творог вот то есть не класть свою жизнь под это то есть вам не нужно специально создавать придумывать какую-то спецплатформу для того чтобы там уже что-то реализовать давайте воспользуем тем что есть и сосредоточимся на уже какой-то нашей идеи вот именно на ее реализации я мысль продолжу сейчас покойте